Уже прошло полгода с того момента, как российский диктатор развязал захватническую агрессивную войну против Украины. При этом американские спецслужбы предупреждали украинского руководства и предупреждали весь мир о том, что готовится вторжение. Если так, то почему же американцы не предоставили Украине необходимое для обороны оружие? Как сегодня объясняют журналисты, причина в том, что те же самые разведывательные службы предупреждали, что война закончится за три дня и что это оружие окажется в руках захватчиков. Если так, то в чем же ошибка разведывательных служб? Возможно, они, в отличие от вас и меня, никогда не изучали марксистско-ленинскую философию в советских вузах, особенно тему роли личности в истории. Украинский народ оказывает героическое сопротивление, возможно, потому что их лидер Зеленский не бежал с поля боя, несмотря на то, что американское правительство предлагало ему эвакуироваться. Точно так же, как мы теперь знаем, и белорусское правительство предлагало Резникову, еврейскому министру обороны Зеленского, также бежать. Но ни тот, ни другой не бежали с поля боя. И это вдохновило общество, вдохновило вооруженные силы. Человеком, который вдохновляет еврейскую общину Украины, является Равин Муши Азман, который к Дню Независимости Украины выпустил песню, которую я хочу, чтобы мы с вами вместе послушали и пообщались с ним по поводу этой даты, а также о том, что главная задача не только победить врага внешнего на поле боя, но также победить и врага внутреннего. На Украине этим врагом является коррупция, так же, как и всюду в постсоветском пространстве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Разум на все руки, на все дни, на нескольней земли. Украине 31 год. Правильно? Да, спасибо. Мы знаем, что есть силы, которые хотели эту независимость у Украины отобрать. Как-то вы сказали, что один из ваших детей в синагоге сказал вместо баллистической ракеты ошибся, сказал каббалистическая ракета. Поэтому я предлагаю вам ударить сегодня по агрессору каббалистической ракеты вашего света и слов Торы. Независимость Украины от зависимости с бывшим Советским Союзом. Это же независимость, не просто независимость, слово такое, а независимость от чего-то. От чего она хочет быть независимой? От советского темного прошлого. Куда ее Россия пытается в совок в этот год. И поэтому Украина сегодня представляет не только себя, она представляет вообще, я думаю, символ того, что вот этого... Помните, как написано про Египет? Я думаю, вот сейчас мне пришла такая мысль, написано в Торе. Тот Египет, который вы помните, не увидите больше вовеки, когда перешли Красное море. То есть оно отрезало от Египта. Что к Египте? Да, мы знаем, что Советский Союз и СССР это гематрия числового значения Мицраем. То есть это духовный Мицраем. Вот этот СССР, о котором сейчас в России говорят и пытаются, так сказать, обелить Сталина или вот это темное прошлое. Украина просто хочет вырваться из него, очиститься, а его пытается, крокодил, точить его, так сказать, на дно. Вот. Поэтому, действительно, мне... It's my pleasure, то, что говорят у вас в Америке. It's my pleasure to be на стороне света, на стороне тех, кто сражается за независимость и за правду. И будем так говорить, я всегда на стороне справедливости, на стороне слабых, они обычно к сильным присоединяются. На самом деле, кстати, крокодил оказался не такой сильный. Я чуть-чуть поправлю вас, извините. Это не мой сын, это был мальчик Один Айтан. Это ему 5,5 лет мальчика, который у нас жил в синагоге вместе с родителями в самое тяжелое время. И он сказал так, не случайно, он сказал, они нам посылают баллистические ракеты, а мы будем посадить каббалистические ракеты. Я спрашиваю, что это такое? Он говорит, это Тора, Мишна, Гемора, Таня. Вот так он сказал. Говорю, мы сегодня с моим сыном Йоси. Сегодня пророчили большой обстрел Киева, не только Киева, так сказать. У многих городов Украины действительно были обстрелы. И я говорю, давай учить, получим серьезные вещи в Торе. И это будут наши баллистические ракеты, которые полетят в сторону, так сказать. И будут сбивать ракеты, которые летят, чтобы убивать. Но, к сожалению, сегодня тоже попали в поезд, погибло 15 человек. Еще там попали. Короче, они каждый день убивают людей. Вы знаете, одна женщина, которая потеряла маму, мужа и сына в городе Изюм, в разговоре со мной сегодня сказала, что это не Зеленский воюет, это не только в ИСУ воюет, а воюет весь народ. Я сказал, в чем это выражается? Она говорит, хотя бы в том, что люди бегут с оккупированных территорий. Это тоже форма сопротивления. Что бы вы сказали по поводу духа народа сегодня? Не, ну, конечно, смотрите, дух народа. Во-первых, на Украине народный дух не сломался с самого начала, когда все сразу уже похоронили Украину. И враги, и друзья думали, что два-три дня она больше не продержится. Но народ, так сказать, решил иначе. Не захотел народ идти в темное прошлое. Народ объединился. Народ просто самоотверженно, героически, так сказать, борется против оккупантов. Действительно, да, люди убегают. Куда они бегут? Убегают сюда, убегают на запад, убегают. Уходят, не хотят жить, не хотят они возвращаться в это болото. К сожалению, Россия использует самые подлые, самые, так сказать, ложные, подлые пути. И все время обвиняют во всем Украине. То есть делает какую-то подлость. Но там правды вообще нет. Просто ни одного. Я смотрю, что они говорят. Ну просто, я же здесь нахожусь, знаете, зомбируют людей, и подло потом, так сказать, они сами себе роют яму. Они уже не победят Украину никак. Украина сегодня находится на моральный дух очень высокий. Люди полгода выстояли и выстояли, и выстояли дальше. Ну не сломать, так сказать, не сломать. Потому что они идут за что? За что они идут? За деньги за какие-то там? Какую-то стиральную машину там украсть. То есть оккупировать, там, не знаю, убивать. Ну, грабить, насиловать. Вот это... Называется это спецоперация. Это просто война со всеми, так сказать, со страшными, так сказать, со страшными вещами. Я это вижу. Я знаю тысячи... Ну то, что эта женщина сказала, это трагедии. Такие тысячи трагедий. Мне люди пишут тысячами. Я просто... Скоро будет... Победа будет скоро. Но все равно, сколько еще крови это будет, это возьмут этот... Вы сказали, что там нет правды. А мы с вами с вами правило на полмудическое. Шекер Эйнлороглайм. Там, где нет правды, там нет ног устоять. Поэтому без этой правды, конечно же, российская армия рухнет. Мне трудно поверить, что Российская Федерация сможет продолжить существовать в этом фашистском виде буквально абсолютного зла, которого уже человечество не видело со времен фашистской Германии, реально. И вот, опять-таки, в разговоре с этой женщиной мы говорили о дне суда. Потому что она сказала мне, что она уверена, что российские убийцы, они получат по заслугам. Не потому что я желаю им смерти, не потому что... Но есть справедливость в мире, да? Мы в преддверии Роша Шона. У нас ведь на самом деле месяц и луи, время пробуждения. И что бы вы сказали о вашей общине, что бы вы сказали о нашей общине русскоязычных евреев Америки, русскоязычной общине вообще в мире. Приближается день суда. В конце концов, ведь есть судья и есть суд. И да, есть Нурнбергский трибунал, который был когда-то. Но ведь справедливость, она восторжествует все равно. Смотрите, есть такое правило, так сказать, в Торе. Написано, кто-то идет очищаться, ему помогает свыше. Главное, чтобы человек шел в правильную сторону. Кто-то идет, ну, наоборот, ему наоборот помогает спускаться. Это мы видим, так сказать, фараон, помните, в Египте. Он вначале сам, потом сказал, что строкил Бог сердца фараона. У него уже потом выбора не было. То есть когда человек идет грешить, идет делать гадости, идет делать, так сказать, взводейство, ему потом, так сказать, он себя закапывает все больше и больше. То есть, понимаете, потом выход оттуда все тяжелее и тяжелее выйдет. Как Советский Союз распался, ну да, 70 лет он, конечно, прожил, сколько жизней закупил, сколько людей, да, но он в консервацию развалился. Просто это не новый, так сказать, монстр. Это все остатки, так сказать, метастазы Советского Союза, я считаю. И поэтому, так как Германия очищает, ну, после Второй мировой войны, после тех ужасов, что она надела, немцы очищаются до сих пор, и, так сказать, ну, и после Нюрнберга, и вообще то, что они, так сказать, раскаиваются, до сих пор раскаиваются. Здесь тоже раскаивание, так сказать, ну, бывшего Советского Союза, те, кто его, говорят, что они его продолжатели, то будет это самое, будет очень серьезное, и поэтому, так сказать, каяться будет долго. Дай Бог, чтобы это раскаивание началось. Естественно, что раскаиваться должны те, кто отдают преступные приказы, те, кто их исполняют. Но мне кажется, что, может быть, еще в большей степени должны раскаиваться те, кто сегодня молчат, или те, которые не выступают в поддержку Украины. Равнодушность – это очень плохое, это очень опасное качество. Люди равнодушны, потому что, когда равнодушны, это, знаете, во время Советского Союза, опять, 30-37 год, да, наверное, большинство людей, что было, так сказать, одни кричали, так сказать, вот, враги народа расстреляют, там, с пену у рта кричали, другие равнодушны смотрели, ну, да, пусть расстреливают. И вот, а пока за ними не приходили, потом пришли за ними, потом за другими, и так, и так, это же, человек думает, что его это обойдет. На самом деле не обходит, это, к сожалению, зло, оно расползается в медостазе, как рак и опухоль. Поэтому, так сказать, поэтому я пытаюсь людям это объяснение нести правду, и я сам не стараюсь не быть равнодушным, и к другим это обращаюсь, чтобы тоже они были не равнодушны. Вы являетесь для нас примером еврейского лидера, который не бежал. Есть многие люди, которые уехали, мы их ни в коем случае не осуждаем, они уехали своими общинами, они поддерживают общину с границей, но вы остались на своем боевом посту, вдохновляя свою общину в Киеве, свою общину по всей Украине, и одновременно с этим я знаю, что вы помогаете также общинам в Израиле. Я стараюсь помогать даже не только наша община, или ваша община, или наша. Мы сейчас ведем переговоры с разными Ишувами, с разными городами, где это сделать. У нас уже первые семьи заезжают в Ишув Равава. Это около Передариэля, очень хороший Ишув. Люди, которые прошли через трагедии, приходится помогать опять в Израиле, проходить бюрократию израильскую. Я просто хочу сказать вам, что, слава Богу, у нас есть замечательная группа «Russian American Aliyah», почти 600 членов русскоязычных евреев Америки, которые ищут свое место в Израиле. Некоторые из них уже, по-моему, 30-40 семей переехали. И они могут тоже и поддержать, и быть частью этого проекта, так сказать, с нашей стороны. В конце концов, мы одна община. Я хочу в заключение задать вам неудобный вопрос. Поскольку День Победы близок, понятное дело, что Украина победит. В этом вопросов нет. Для того, чтобы она победила, она должна победить не только на поле боя, она должна победить морально. И понятное дело, что, в первую очередь, Ибрийская вообще должна быть крепкой, и стойкой, и честной. И в этом смысле есть люди, которые говорят, Украина – такое же корруптированное государство. И, в частности, в Washington Post была статья, достаточно критическая относительно Зеленского, о том, что ему уже приходили, ему уже рассказывали, его умоляли, ему говорили – подготовь армию, ему говорили – будь готов к войне. А офис Зеленского и все вокруг говорили – это все истерия, спокойно, ничего не будет. Он ответил на этот вопрос в Washington Post, говоря, что он не хотел паники, чтобы экономика не рухнула, и чтобы люди, так сказать, не побежали. Но, с другой стороны, внутри Украины то, что я видел некоторых комментаторов, которые говорят, что военные действительно утверждают, что в Херсоне, как будто, или в Херсонском районе, все было разминировано, не было сопротивления, где-то еще были не готовы, не готовы и не готовы. И как же нам построить, или как вы видите Украину будущего без коррупции демократической, предстоящей страной? Смотрите, это правильный вопрос вы задаете, я это говорю все время, я это открыто говорю, что первое, что нужно сейчас об этом говорить, первое – это победить коррупцию, это сделать справедливые суды, непродажные, это сделать как бы… Это первое, что нужно сделать, потому что без этого дальше… Ну хорошо, после победы построим нормальный государство, потому что если этого не сделать, это будет предательство тому, что те люди, которые погибли, защищают эту свободу, да, и поэтому я это во всех своих выступлениях говорю, я обращаюсь, я не могу сказать, я не общаюсь постоянно с офисом президента или с тем, я не знаю, что было и как было на самом деле, я разговариваю, общаюсь с многими людьми, которые защищаются, проливают свой кровь, которые искренне, так сказать, они даже мне сказали, мы это все сейчас оставляем в сторону, мы защищаем свою страну, мы не думаем даже про это, потому что сейчас это не столь важно. Но я уже об этом додумаю и пытаюсь объяснить. Я, например, выступаю, говорю украинцам такую вещь, я говорю, смотрите, а коррупция начинается не с парламента, не с чиновников, начинается с любого человека, например, там, скажем, женщина, которая работает на кухне, и которая тихонько, чтобы никто не видел, выносит, так сказать, продукты, ну, она же ворует продукты с этой кухни, или уборщица, которая, так сказать, моющие средства тихонько выносит, чтобы никто не видел, это тоже воровство, это мелкое, это, может, Копейкин, это тоже воровство. Надо начинать с себя, каждый, если начнет с себя, и тогда это будет побеждено, кажется, нужно менять ментальность, менять, это же не только не здесь, это вот бывший Советский Союз, когда была все, эта ментальность была, что все не свое, помните, там, с мяса в комбинат обязаны были что-то вынести, да, то есть люди выносились больше, все было ничье, все было, так сказать, как бы вроде бы это народное, а вроде бы ничье, и поэтому надо украсть, это было совершенно нормально. И вот это, так сказать, это я называю такие атовизмы прошлого. И поэтому нужно начинать с себя, я это все время говорю, и я надеюсь, что сегодня, если это Украина не сделает, то... Благодаря вашим словам и вашему примеру Украина сделает, мы не сомневаемся в этом. И я думаю, что украинскую и еврейскую общину ждет и возрождение, так же, как и страну, и это будет новая, наверное, община. Мне кажется, что границы вашей общины расширились, потому что у вас есть сегодня община не только географически в Киеве или в Украине вообще, но и в Европе, и в Израиле это все равно ваша община. Я считаю, что, знаете, сейчас происходит переформирование, это все меняется, мир меняется, и я считаю, я пытаюсь меняться, меняться так, чтобы не меняться, так сказать, Торан остается вечной, Всевышний, который нас сотворил вечно. А вот времена меняются, и наше вот это время, которое меняется, и рамки, так сказать, все меняется, мы должны меняться, мы менять их должны, потому что, действительно, на сегодняшний день, я думаю, что все идет приходом Ашеиха, и это значит, что мессианская эра, когда вот это зло, это последние судороги зла, оно падет, и, так сказать, в чем разница будет первый приход на Ашеиха от сейчас, когда падут нечестивые государства, и Израиль будет жить спокойно, и Украина будет жить спокойно, все будут жить спокойно, и все будут жить в мире, вот это будет мир, это первый признак прихода Ашеиха, вот это последние судороги, я считаю. Поэтому мы должны меняться, чтобы, не важно, моя община, ваша община, мы должны, я, честно говоря, уже не смотрю так, если раньше я смотрел так, я сам меняюсь и сам изменился, я пытаюсь помочь всем, если когда мне человек звонит, я говорю, а вы в нашей общине или в вашей общине, или в той общине, я говорю, мне не важно, какая община, я помогаю всем, всем, кто обращается, всем нуждающим, более того, помогаю всем, не только евреям, не евреям, я помогаю людям, которые нуждающиеся, еврейские народы, нам Всевышний сделал такую обязанность быть светочем для всех народов, и мы должны делать дзадаку, то есть благотворительность, нести и духовный свет, и материальный. Поэтому, так сказать, а каждый, то есть не написано, да, во-первых, а вот «ло алеха малаха лигмор», то есть на тебе эту работу закончу. Каждый делает, если по чуть-чуть скажу, что может, тогда все будут добрые. Я хочу сказать, что вы сказали сейчас совершенно потрясающую мистическую идею. Мой ребби говорил и говорит, Новый год Рошашану нужно встретить так, чтобы каждый день года был новым, в этом секрет Нового года, чтобы не один день был новым, а чтобы новизна стала сутью каждого дня, чтобы человек мог обновляться, сделать себя лучше и лучше. Поэтому в этом свете мы понимаем следующие слова. «И встал новый царь над Египтом». Как это так, спрашивают мудрецы? «Новый» — это хорошее слово. Как можно сказать о египетском фараоне «негодяе»? Это хорошее слово. И говорят мудрецы. Новизна спускается в этот мир. И еврей должен эту новизну взять для того, чтобы меняться. Но если он не использует эту новизну, не обновляет ее, то есть не обновляет себя этой новизной, то тогда эта энергия обновления дается его врагам. И тогда приходит новый царь, который обновляет антисемитские законы. Поэтому если мы хотим бороться со злом, сказали мудрецы, мы должны обновлять себя. И тогда фараоны и Путины рухнут. Я желаю всем слушателям, и не только слушателям, и тех, кто даже не слушает, уже можно поздравлять. Хорошие записи, хорошая печать в новом году. Мы сейчас уже месяц Илултовской вступаем. И в Талмуде скажут, что на исходе с года Шмидта Машея приходит. Сейчас год Шмидта, с года Шмидта война увеличивается, а на исходе Машея Швид Машея Ахба. С Божьей помощью, чтобы Машея Ахнал и всем будет добро, всем будет радостно. Спасибо огромное вам. Мы хотим видеть вас в Украине, навестить вас вместе с делегацией поддержки и солидарности. Всего самого хорошего, хорошего года. До встречи в Киеве. До свидания.